Здравствуйте, дорогие друзья! Весна удивительное время года. Хочется все увидеть, все успеть. Настолько быстро и происходит изменение. Сегодняшний выпуск лесовика-затейника мы готовим в Калужской области, в Национальном парке Угра. Надеюсь, будет много всего интересного. Вот, казалось бы, совершенно обычный лес. Лес средней полосы. Поют птички, распускаются листья. Но это только на первый взгляд. Если мы посмотрим под ноги, то увидим огромное разнообразие цветущих, буйно цветущих растений. Это так называемые эфемероиды. Виды, которые спешат быстро-быстро выбросить цветоносы, отцвести и дать семена. Зачем вам это нужно? Дело в том, что как только над нашей головой распустятся все листья, здесь будет достаточно темно, и уже для нормального развития растений не будет времени. Появятся другие виды травянистых растений, деревья, кустарники. Все будет закрыто достаточно плотным пологом. Именно поэтому природе так устроено, что растения стремятся разойтись немножечко друг от друга. Не только в пространстве освободить пространство, или наоборот, отобрать у кого-то пространство, но и разминуться по времени. То есть кто-то завершает свой жизненный цикл рано весной, кто-то в середине лета, а кто-то, может быть, и в конце летнего сезона. Вот такое интересное приспособление дает возможность сосуществовать на одном и том же месте в одно и то же время в таком большом масштабе. с самым разным видом растений. Ну и, соответственно, с растениями связаны и мелкие, и крупные животные. Вот мы с вами любовались первоцветами, и попался вот такой интересный гриб. Это гриб, это не мусор какой-то в лесу, да? Вот красный хорошо выделяется на фоне опавшей листвы и уже зеленых листьев. Саркасцифа или чаша эльфов. Вот она является одним из признаков весны. Именно в это время года мы можем увидеть такие интересные природные объекты. Ну, есть мы его не будем. Пусть растет. Сюда я приехал, конечно, не только для того, чтобы полюбоваться красотой весеннего леса, волю пофотографировать, но и для того, чтобы чуть подробнее поговорить об интересном проекте, который ведут сотрудники этой особо охраняемой природной территории по возвращению в природу крупных животных. Поговорим мы об этом с директором национального парка Виктором Анатольевичем Гришенковым. Риторический вопрос. Зачем нужны зубры? Ну, ответ, наверное, такой же пространный может быть. Зачем вообще комары? Зачем рыбы? Зачем люди на этой планете? Так получилось. Процессы эволюции и так далее. Кто-то верит в Дарвина, кто-то верит в другую теорию создания мира. Для нас зубр – это флагман национального парка, если мы говорим про животный мир. Это международная красная книга. Это животных, которых в дикой природе человек практически полностью уничтожил. И очень редкое по нынешним временам событие, когда человек назад как бы смог спасти, в последний вагон, можно сказать, прыгнуть, или, как говорят генетики, бутылочное горло, прошли те несколько десятков особей, которые остались в каких-то зоопарках, частных коллекциях. И благодаря этому, сейчас мы можем говорить, что зубру особо сильно ничего не угрожает, а благодаря этому, это я имею в виду, благодаря тяжелому и увлеченному труду зуброводов, тех, кто напрямую занимается сохранением, восстановлением этого редчайшего вида. Ведь международная красная книга не просто так дается этот статус. Даже по сегодняшним меркам зубров в мире не более 10 тысяч, это не так много для такого крупного зверя. Сейчас популяция зубра растет. Наша среднерусская популяция превысила по зимним учетам этого года тысячу голов. И даже, сейчас мы гордо говорим, тысяча сто. А ведь еще некоторое время назад, ну как, в начале нулевых годов, зубров ведь практически не осталось. Была очень незначительная популяция, был очень мощный браконьерский пресс. Но смогли это преодолеть и люди, и зубры. А что же касается, ну, вдруг бы и не было зубров, на это могут ответить ученые, которые детально исследовали формирование лесных ландшафтов этих мест. Ведь оказывается, что зубр, вот это прекрасное животное, оно основной средообразователь. Было в течение, ну, как бы доисторических времен, мы не говорим еще даже про действие, деятельность человека. Вот, можно сказать, что самая активная хозяйственная деятельность были тогда зубры. Именно эти крупные звери, которые мозаично выедали поляночки, на которых формировались новые леса, светолюбивые. И так сформировались наши прекрасные ясеневые дубравы. Во многом благодаря вот этим великанам, которых мы любим, которых мы продвигаем всячески. И сторонников зуброводства, и сторонников этих прекрасных животных становится все больше и больше. Я думаю, это невероятный успех профессионалов своего дела. Это пример не псевдо-патриотического отношения, что надо охранять природу, значит охранять Родину. А это пример реальной, грамотной, взвешенной работы, которая помогла спасти фактически покинувший нашу планету вид. Здравствуйте, мои дорогие друзья, лесные затейливые. У нас продолжение встречи весны и замечательные, замечательные, замечательные ваши видеоролики. Итак, встречаем. Первый ролик из Вологодской области от школьного лесничества «Лесята». Обратите внимание, какую замечательную традицию они нам показывают. Этот клёв мы посадили в 2020 году в честь прабабушки Галины Васильевны Виноградовой. Он подрос за три года. На нём сейчас распускаются почки, а осенью он очень красивый. Следующий ролик к нам пришёл тоже из Вологодской области, но теперь уже школьное лесничество «Ковжа». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И ещё один замечательный видеоролик о весне, который проходит в Вологодской области и не только в Вологодской области от замечательного школьного лесничества «Ватегория лесная». Внимание на экран. Одним из первых деревьев весной нас радует верба. Её пушистые хвости, как правило, распускаются к верному раскресенью. Первые признаки весной в лесу – это приствольные круги. Это происходит из-за того, что тёмный ствол дерева от солнца нагревается и отдаёт вокруг себя тепло и дышит. Самое первое дерево весной, показывающее сокодвижение – это берёза. Этот сок вытек из морсёня ночью. Мы очень ждём весной первые цветы, но больше их ждут проснувшиеся насекомые. Это наша мачемачеха. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем вместе с вами, надеюсь, радоваться и радовать друг друга замечательными роликами. Пишите, звоните, присылайте нам ваши видео-очерки о весне, о лете, о том, что происходит у вас в ваших замечательных городах и поселениях. Ждём вас с любовью, надеждой и поддержкой вашей лесовики-затейники. Субтитры создавал DimaTorzok